Всем привет, с вами Мария Лэнд и это новое творческое видео, где мы будем с вами оформлять ежедневник И сегодня тема учить со мной, я знаю, что вы очень долго ждали, так что сейчас мы начнем Но прежде у меня для вас крутая канцелярская новость! Знаю, многие знают, многие еще не знают, так что рассказываю Теперь вы сможете приобрести, заказать у меня канцелярские боксы Это у меня получается как свой мерч такой Да, потому что я занимаюсь очень долго уже канцелярией, обожаю ее всякие блокноты, ежедневники, ручки, стикеры, наклейки В общем, все вот это вот мимимишное, очень крутое, да И поскольку я блогер, канцелярский блогер, то есть творческий Я точно знаю, что нужно положить в бокс, чтобы вам понравилось, чтобы это было очень мило, кавайно и пригодилось реально в оформлении ежедневника Так что, пожалуйста, все, кто хочет заказать у меня бокс мой канцелярский Это можно сделать у меня в инстаграме, вот так я там называюсь И еще ссылочка на инстаграм будет внизу в описании под видео Вот, пожалуйста, и как раз сейчас я вам показываю, как я сыграю ваши заказы Это на самом деле очень-очень здорово Так что, кто еще не заказал и хочет канцелярию от меня, пожалуйста, пишите в инстаграме мне в директ Вот, и в тиктоке я показываю как раз процесс сборки То есть, как я вам собираю заказы Вообще, что у меня в наличии новенького появилось Потому что ассортимент у меня постоянно меняется, да Вот, и ссылочка на тикток, если что, будет тоже внизу в описании Вот, ну а мы начинаем Итак, в этот раз я расскажу и покажу вам, как же запомнить любой материал очень быстро и круто В учебе и в работе, я думаю, что это будет очень полезно Вы меня просили сделать страницу в ежедневнике касаемо изучения языков В данном случае английский Вы можете писать свой язык, который вы изучаете и никак не можете Или, допустим, находите в процессе изучения Здесь я написала как раз существительные наречия и прилагательные слова Которые я как раз изучаю И, в принципе, весь конспект я буду иллюстрировать с помощью табличек Потому что мне так намного проще запоминать материал Вы тоже можете попробовать Вдруг эта система тоже вам будет удобна Я специально написала, что относится к словам как раз к to be Да, кто изучает английский наверняка поймет эту схемку И выделяю я зеленым и красным слова Чтобы это было легко для запоминания и сразу бросалось в глаза Вот, дальше я здесь буду выписывать всякие правила То есть сокращенная форма И чтобы это было как бы не так скучно и наглядно Я буду иллюстрировать это всякими такими прикольными зарисовочками С помощью линейки, к примеру, я нарисовала вот такой вот Ну, как это назвать, наверное, ну, как, в общем, такую штуку Вот, где я буду писать информацию, ленточку такую Вот, и добавила светло-салатовую обводочку И как раз сейчас буду вписывать все, что касаемо английского языка Вот, вы, как я уже сказала ранее, можете писать то, что вы хотите, изучаете Главная наша задача здесь это добавить всякие узоры, орнаменты Которые будут очень легко смотреться в конспектах Не перегружая их и помогут нам запоминать с вами материал К примеру, рисуем такой квадрат Добавляем пару черточек и все Это у нас получается как бы квадратик пришит к страничке По-моему, это очень-очень здорово Вот, ну и туда мы вписываем уже нужную нам информацию Как я уже сказала, я специально выделяю это красной и зеленой ручкой Так информация намного нагляднее и лучше запоминается нами Можете попробовать тоже так ярко вести свои конспекты А здесь я ищу как раз трафарет, который мне понадобится для оформления следующей страницы Потому что здесь я как раз напишу и заодно расскажу вам Как же запомнить материал очень легко Это, я думаю, будет полезно вообще каждому Потому что всегда мы чему-то учимся, изучаем что-то Здесь я нарисовала прямую линию и от нее листья Это как бы поздняя осень у нас Да, очень поздняя, поэтому красные листочки Подумала, что сюда это будет в тему Обожаю конспекты как-то разноображивать такими вот зарисовочками Итак, если вы хотите запомнить быстро Бывает такое, что информацию нам нужно проанализировать и запомнить очень-очень быстро Но это не значит, что навсегда, да Вот эти кружочки будут как раз шаги обозначать, что мне нужно сделать, чтобы это запомнить Итак, эта система говорит о том, что первое повторение должно быть, конечно же, сразу после изучения вами материала Дальше второй раз нужно это будет повторить материал через 20 минут Третье повторение там уже идет по-другому То есть после того, как вы изучили материал через определенное количество времени То есть уже через 6 часов это повторить нужно, чтобы мы это как бы запомнили И четвертое повторение уже через один день Тогда говорят, что вы и мы с вами информацию запомним очень быстро Если нам нужно запомнить какую-то информацию надолго, тут будет уже 5 этапов, как же мы будем это запоминать Кстати, если кто-то работал по этой методике, можете написать в комментариях, рабочая ли это схема или нет Потому что мне тоже очень интересно, будем с вами пробовать Здесь я как раз пишу уже сразу 4 этапа То есть, конечно, это повторение идет после того, как мы выучили уже материал Сначала первое повторение у нас после обучения самого материала Я думаю, это понятно и логично Второе повторение там уже через 30 минут после обучения Третье повторение через один день после того, как мы выучили материал Четвертое повторение уже через 3 недели только, обратите внимание и пятое повторение заключительное через три месяца после обучения можете написать как вам вообще кажется рабочая схема вот такая вот по запоминанию материала или не очень ну будем пробовать как говорится так ну и что переходим дальше к оформлению кстати эти стикеры из моего бокса тоже да потому что как я уже говорила обожаю всякую милую канцелярию и в свои боксы я как раз собираю только крутую вот такую вот канцелярию так что вот пожалуйста заказывайте кто хотел приобрести у меня боксы так добавляю пунктир потому что так мне больше нравится как выглядит наклейка она как бы вписана в разворот здесь на правой стороне у меня будут цели цели конкретно по учебе цели конкретно по обучению английского изучения этого языка ну и еще несколько таких штук которые мне нужно запомнить сделать когда мы выписываем в цели это как-то проще запоминается и хочется знаете отметить галочки рядом поставить что мы молодцы мы это сделали такой трекер получается вот и здесь я рисую такие квадратики которые будут впоследствии штриховать вы можете закрашивать зеленым или ставить галочки когда вы выполните ли ту или иную цель мне кажется это каждый выбирает для себя удобный путь оформления вот и тут у меня как раз написано мои цели по образованию скажем так да и у нас осталось еще вот там вот справа видите место окошечко здесь я решила добавить звездочек потому что конспекты должны быть позитивными яркими поднимать нам настроение это не обязательно как бы брать собой на учебу да это можно дома как-то заниматься специально себе писать рисовать чтобы лучше это все запоминать ну и в заключении я записываю такую мотивацию или материал который у меня как раз нужно было записать по поводу английского объясняю себе что мне нужно это учить в общем мотивирую себя как могу и потом можно это все перечитывать и будет очень здорово позитивно и классно напишите в комментариях был ли полезен вам такой вот разворот и о чем хотите следующий им я почитаю понравилось видео конечно поставь лайк напиши комментарий и не забудь подписаться на канал потому что еще скоро будет новое творческое видео и конечно кто хочет боксы по канцелярии мне в инстаграм пишите ссылочка будет внизу в описании а я с вами прощаюсь ловите момент была с вами марила всем пока пока